Лишь гнев в душе моей, Лишь ненависть в сознании моём, Плодя, как шпалы трупы палачей, В победе мы стремительно пойдём. Мой прадед Скорепанов Роман Егорович Прошёл всю войну, Он сражался за Родину, за нас, за то, чтобы мы жили в мире. Дома ждала его большая семья, жена Вера Абрауна и шестеро детей, Бориса Ягриппина, Калиста и Глафир. Скорепанов Роман Егорович был героем. Родился он в 1905 году в деревне Малый Ягашур Болезинского района Удмуртской СССР. До начала войны работал в колхозе бригадиром. Его призвали на фронт 5 ноября 1941 года. Он защищал Курск, сражался под Винницей, бил врага в Восточной Пруссии. Был дважды ранен, лечился и снова возвращался в строй. Он был сапёром 226-го отдельного сапёрного батальона 144-й стрелковой Виленской краснознамённой дивизии. Когда шла подготовка к наступлению, отряд сапёров пробрался к врагу, сделав проход в минном поле. Мой прадедушка отличился в этом бою. При прорыве долговременной обороны немцев в районе Древних Гикинга в Восточной Пруссии, в составе группы разграждения, проделал проход в минных полях, проволочных препятствиях под оружием пулемётным обстрелом противника. Он в течение пяти ночей беспрерывно работал на нейтральной полосе с 9 января по 13 января 1945 года. При этом снял и обезгредил 45 противотанковых, 55 противопехотных мин, и тем самым способствовал успешному наступлению стрелковых подразделений, танков, самоходов при атаке вражеских позиций. От имени Президиума Верховного Совета Союза СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество был награждён Орденом Славы Третьей Степени сапёр Карепанов Роман Егорович. Однажды, в ходе тяжёлых кровопролитных боёв вблизи города Кенигсберг, команда сапёров проявила мужество и подбила большое количество пехоты и танков противника. Роман Егорович отличился при строительстве моста через реку Пасма, ныне река Майская, в районе Глобунин. В суровых погодных условиях 11 февраля 1945 года, когда он под сильным огнём противника в ледяной воде реке устанавливал опоры моста, тем самым способствовал досрочному строительству моста, продвижению артиллерии и автотранспорта. За этот подвиг был награждён Орденом Отечественной войны второй степени. Роман Егорович воевал в одном взводе под командованием лейтенанта Патива Каримова. Это татарский поэт. Он писал стихи в промежутках между боями на прикладе винтовки и в редкие затишья читал свои стихи боевым товарищам. Пишу письмо перед началом боя. Заговорят орудия сейчас. И, может быть, на солнце золотое. Сегодня я гляжу в последний раз. В строке эти командир взвода Патив Карим написал перед штурмом высоты на подступах к Кенигсбергу. Взятие высоты решал успех боевой операции. Бойцы из взвода надели чистое бельё, по-братски обнялись и поплелись биться до последней капли крови. Мне умереть не страшно. Я спокоен. Я в огонь под стягом боевым. За славную отчизну упавший воин рождает песню подвигом своим. И начался штурм. Он был мощным и яростным. Бойцы, ведомые поэтом, опрокинули врага и закрепились на высоте. 19 февраля 1945 года, выполняя боевое задание, взвод Патиха Каримова погиб на высоте 37-8. Все они были захоронены в одной братской могиле. Долго не могли найти захоронения, потому что тогда в попыхах были тяжёлые бои. Очень быстро бойцов захоранивали на месте их гибели. Так же произошло с Патыхом Валерьевичем и его взводом. Их захоронили на месте гибели, на месте тяжёлых боёв, которые длились больше суток. Да, они отстояли эту высоту. Они выполнили задачу, которая была очень важна. Они выполнили эту задачу ценой собственных жизней. Захоронения долго не могли найти. Долго искали после войны захоронения. Искал здесь и местный матрос, приезжал он, ходил по округе, искал, пытался найти захоронения. Не вот только случайно. Пастух совхоза Нивенский, нашего совхоза бывшего, Бронис Малинаускас и его помощник Тарнаускас, они вместе искали, ну, я так поняла, пасти скотину. И вот нога провалилась у Брониса. И он наступил на что-то твёрдое. Это оказалось с тумбой. Это оказалось с тумбой две дюралевые таблички. На одной из них было выбито, что здесь погиб татарский поэт, известный татарский поэт Патых Карим. А на второй дюралевой табличке, что здесь погиб его взвод и фамилии тех ребят, которые отстояли эту высоту своей собственной жизни. Так было найдено захоронение. Спустя два года памятник поставили. Туда приезжало очень много ребят. Приезжали ребята, ученики, пионеры. Там принимали пионеров, комсомол принимали. Приезжали матросы Балтийского флота. Давали клятвы на этом захоронении. Одна из доярок, которая работала здесь, в посёлке Победа, когда утром шла, каждый день приносила цветы. Говорила, что обоих сыновей унесла у меня война. И я кланяюсь этим ребятам, погибшим за нашу Родину. Она ставила всегда свежие цветы по дороге на работу, и утром рано. Всех перенесли. И сейчас там стоит красивый комплекс такой, из чёрного гранита, с его портретом Фаты Хвалевича, его стихи и фамилии всех ребят погибших. Это в городе Багротёнске находится. А у нас в музее находится экспозиция. И теперь вот нам Лейла любезно предоставила материал. Репанов, Роман Егорович. И мы очень рады этому, что один из них, один из тех, кто погиб вместе с Фаты Хвалевичем, тоже будем сведения о нём разместим в нашем Кровеческом музее посёлке Владимирово. Большое спасибо и низкий поклон. Мы узнали, что дедушка погиб в Восточной Пруссии. Бабушка говорит, что похоронку принесли в День Масленицы весной 1945 года. Нам похорону пришлось в марте как раз на Масленицу. Люди отмечали Масленицу, а мы его поминали. Спустя 75 лет, в День Масленицы, наша бабушка Глафира узнаёт подробности боя своего отца Романа Егоровича. А всё началось со статьи Лейлы Нагаевой «Земляки, отзовитесь» в газете «Вперёд». Лейла любезно согласилась передать горсть земли с места последнего боя и места захоронения Романа Егоровича. Землю с братской могилы привезли и похоронили на кладбище, где покоится его жена Вера Абрамовна. Я думаю, это очень важно для нас. Наверное, глядя с небес, он радуется тому, что он вернулся к нам на родину, хотя бы горстью земли с Восточной Пруссии, за которую он погиб. Такова история Карепанова Романа Егоровича, Человека, который знал о войне, видел войну и приблизил победу своим подвигам. В заключение хотелось прочитать стихотворение Фатиха Карима. «Забыв о смерти, в жизнь поверьте, Любите родину свою, За верность родине бессмертия Награда храброму бою». «Забыв о meditating year louder», «Забву» «Забву» «Награда хранит» Продолжение следует...